Друзья, всем привет! Очередное видео с Альбертом. В одном из своих видео обещали рассказать про поисковые системы. И в этом видео Альберт попробует рассказать сегодня в таком урбанистическом антураже. Тебе слово, Альберт! Всем привет! Многие используют GPS-трекеры, но на них полностью надеяться все-таки не стоит, потому что бывает и GPS-сигнал при падении модели пропадает, и связь обрубает. Либо, как у меня случилось, при падении коптера GPS-трекер просто раскололся. Для этого существуют вот такие вот поисковые устройства аналоговые. Они ни от чего не зависят. Работают на радиосигнале. Сим-карты в них не нужны. Я так понимаю, чтобы понятно было, мы покажем два варианта. То есть рассмотрим два варианта. Это более дешевый вариант. Маяк B7. И более дорогой вариант – это поисковая система Rockwell iBacon. Все эти устройства выпускает человек. Российский инженер. Известен под ником Слон. То есть человек выпускает длиннобойные системы управления. И вот поисковые системы. Допустим, та же Rockwell iBacon, она не имеет аналогов в мире. Значит, первое устройство – это поисковый маяк. Называется он B7. Давно маяк известен уже в кругах летчиков. Маяк весит 4 грамма. Маяк аналоговый. Вместе с батарейкой. Вот отдельно я приобретал ее 1С. Сколько она у меня тут? 380 мАч. Данный маяк работает во включенном режиме 8 часов. В режиме подачи полного сигнала. Постоянного. Принцип действия маяка какой. Даем питание. Ждем. Пока активируется. Но в принципе в этот момент уже модель можно запускать. Он будет постоянно включен. Вот он включен. Нам лампочка сигнализирует. Маяк работает на частоте 433 МГц. Для поиска данного маяка нам нужна радиостанция на 433 МГц. Соответственно, чем лучше станция, тем лучше у нее антенна, тем дальше маяк работает. То есть с моей станции Kenwood он покрывает дальность на открытом пространстве. В Москве я замерял. Где-то 2,5 километра у меня дальность была. 2,3 километра. То есть антенну увеличить, сделать больше. Соответственно, дальность будет лучше. Включаем станцию. И слышим вот такой 10-тонный сигнал, который нам подает маяк. По мере удаления от маяка, тонны в станции будут пропадать. То есть мы их будем меньше слышать. На максимальном удалении, соответственно, у нас будет 1 или 2 тонны всего. Как искать данное устройство? Прикладываем к себе радиостанцию. То есть мы служим экраном для нее. Когда мы спиной к маяку, соответственно, тонны пропадают. Крутимся на месте, начинаем крутиться на месте. Тоны возрастают, соответственно, в этом направлении у нас находится маяк. И в этом направлении следуем его ищем. Периодически повторяя эту процедуру. То есть данный маяк меня один раз уже спас. На самом деле, когда у меня трекер просто раскололся, с помощью его только я нашел свою модель. Значит, стоимость данного маячка приблизительно составляет 1000 рублей. Ну, может чуть побольше. Это первая версия. Сейчас слышал уже вторая версия данного маяка. Но там ее чуть-чуть пошире возможности. Но я этого уже не касался. Ну, плюс рация. Плюс радиостанция. Но у многих уже есть такие станции. То есть... Ну, станция такая стоит приблизительно от... Более-менее адекватная. От 3000. Ну, вот у меня, допустим, нет. Мне придется тратиться. Да. Ну, люди, которые занимаются, допустим, охотой, рыбалкой. Либо как-то переговариваются на открытой местности. У них есть радиостанция. Ну, короче, у тех, у кого есть, тем проще. Дешевле будет. Порядка 3000 рублей стоит. Вот эта получше. Она 5-ваттная. То есть я запасом для дальнейших нужд брал. Она... Как модель называется? Кенвуд UVN-98. Радиостанция на 5 ватт. И вторая поисковая система. Называется она Rockwell iBacon. Стоит она подороже. Где-то приблизительно 11 тысяч. Она стоит полный комплекс. Вот такой вот. Но все-таки безопасность вещь такая. Потерять коптер, который стоит намного дороже, очень не хочется. Значит, маяк этот весит 14... Извиняюсь, 13 грамм. В нем уже встроена своя батарея. Маяк находится в постоянно включенном режиме. То есть в режиме сна. Время его работы составляет на одной зарядке 2 месяца. 2 месяца. В режиме активации, когда он просыпается, он работает 4 часа. Но этого времени вполне достаточно для поиска модели. Поиск осуществляется вот таким вот устройством. Это поисковый комплекс сам от него. Включаем его. Он нам показывает, сколько напряжения в этом комплексе. Показывает номер маяка. И вот он показывает двухзначное число. Это проценты дальности до маяка. И это еще сопровождается вот таким вот звуком пищащим. То есть сейчас 0,0 максимум? Это 100, это 100, да. Ну то есть для сравнения, вот мы снимем с него антенну. Вот у нас дальность падает. Маяк за себя заношу. И дальность у нас совсем падает. А то есть в обратную сторону она работает. Чем ближе, тем больше. Тем число возрастает. Я понял. И чем удобно вот этот вот звук. Я не знаю, насколько его слышно. Слышно, я думаю. Чем ближе к маяку. То есть в его стороне находимся. Идем на него. Вот этот тон изменяется. В более высокую сторону. Значит, маяк данный работает на частоте 868 МГц. Очень хорошая частота для огибания препятствий. Для пробивания через что-то. Дальность. Выключим. Дальность данного маяка вот с этим комплексом составляет 2 км. Здесь антенна у нас на 2 дБ. Если антенну поменять на такую антенну. Называется она Яге. На патч похоже, но это Яга. У нее активные элементы находятся. Дальность увеличивается до 6 км. Если вы поставите свою, более мощную антенну. То есть дальность, соответственно, пропорционально увеличится. Поиск мы производим вот так вот. Ставим антенну. И направляем в сторону возможного падения. Вероятного падения. Вероятного падения. Да, но вы приблизительно знаете, где ваш коптер летает. То есть если вы туда летели, то назад его не стоит искать. Соответственно, вот с этой антенны начинаем искать. Крутясь по направлению. Ну что, друзья, положим маячки в машину. Чтобы их не сперли у нас случайно. Отойдем, да, на какое-то расстояние. Да, метров 200-300 отойдем и посмотрим. Что у нас будет показывать устройство. Машина у нас экранированная. Получается коробка. То есть максимально приближенная к реальности обстоятельства. Пойдем. Вот мы отошли. Приблизительно метров на 200. То есть между нами сейчас деревья находятся. Достаточно много. Какие-то будки технические. Маяк, бассейн, который подешевле. Слушаем. Вот у нас два тона выдает. На данный момент. По мере приближения, что будет происходить? По мере приближения, да, тоны будут расти. Но пока с иллюстрация здесь я слышал какие-то переговоры. То есть у нас на этой частоте кто-то разговаривает. То есть в области, на открытой местности, соответственно, там люди по радиостанциям не переговорят. Но нам это не будет мешать, что кто-то переговаривается по этой... В городе при поиске модели, да, там количество тонов чуть-чуть уменьшается. У нас, соответственно, дальности получается меньше. Но мы найдем все равно. Да, мы найдем его в любом случае. То есть 8 часов у нас работает в постоянно вкрученном режиме. Второй маяк, забыл немножко рассказать, у него чуть шире возможности. Мы к нему можем подключить GPS-модуль, независимый. Мы к нему можем подключить GPS-модуль от вашей системы стабилизации, там, ОПМ, допустим. Мы можем его подключить к НАЗе. Для этого специальный кабель продается. Мы можем любой свой модуль взять, там, от ОСДшки. Либо просто докупить его. Тремя проводами подключаемого схема здесь, в мануале. И здесь, помимо удаления, нам еще будут передаваться координаты с него. GPS-координаты в бегущей строке. Если GPS-сигнал пропадает по каким-то причинам на маяке, нам здесь будут передаваться в виде бегущей строки последние координаты, которые были замечены на этом маяке. Также мы можем подключить к этому маяку либо планшет, либо устройство Android-телефон по средствам Bluetooth-а у нас будут также видны контакты, и будет видно положение маяка на карте. То есть, скачиваем приложение. Это в мануале тоже все есть. Сейчас у нас маяк уснул. В спящем режиме находится. Включаем поисковое устройство. Маяк у нас активируется, переходит в активную фазу. Вот мы видим 80% у нас до маяка. Это со штатной антенны. Сейчас здесь машины ездят, люди ходят. Значит, снимаем эту антенну более слабую. То есть, ты рекомендуешь вот эту антенну? Да, так же производитель делает. То есть, эта антенна у нас на 2 дБ. Эта антенна у нас на 6 дБ. Она в три раза дальность увеличивает. То есть, я еще сам не испытывал. То есть, это первое испытание. Вот у нас дальность под 90 подпрыгивает, когда мы крутим. У нас, мы точно знаем, что маяк в той стороне находится. Ну, для примера. Вот, поворачиваем в другую сторону его. И... Меняется было? Да, в меньшую сторону. То есть, нам это позволяет более... Вот, звуковой сигнал растет. Угу. Ну что, друзья, пойдемте поищем. Посмотрим, как будут показания меняться. Сейчас проходим деревья, которые между нами находятся. Там еще есть деревья. Ну вот, отвернись в другую сторону. Что будет происходить. Нет, стой на месте. Показания падают. Я с собой заслоняю этот маяк. То есть, служу фоном. Вот, в общем, друзья, у нас около этого дома находится автомобиль. В котором лежат маяки. Мы его поднимаем. На прямую видимость выходим. Число у нас увеличивается. Включи второй. Выключаешь, потому что будут глушить друг друга, да? Нет, ну мы просто из-за... Они на разных частотах работают. Просто сейчас мы звук будем хуже слышать из-за этого пищания. На два тона меньше. То есть, машина от нас находится приблизительно метров 50-70. Ну, я напомню. Маяки у нас лежат в экранированном автомобиле. То есть, он железный. Останкинская телебашня опять же рядом. Тоны падают. Ну, на этом мы заканчиваем свое видео. В принципе, думаю, общий принцип работы этих систем поисковых вы поняли. В ближайшее время мы попытаемся более детально показать, как происходит поиск маяка. То есть, Бармалей уедет с маяком куда-нибудь подальше. В неизвестном от меня направлении. Ну да, чтобы приблизить, как можно больше приблизить к реальным условиям, когда ты не будешь знать, где маяк. И ты попытаешься вот с помощью своего устройства найти меня. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал YouTube. Не вступайте в группу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok